Привет, дорогие друзья! Вы на канале Воблер, зовут меня Иван, и сегодня в игре Epic Battle Simulator 2 мы постараемся добить эти уровни и пройдем уже всю кампанию до конца. Также, ребята, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а также не забывайте ставить лайки, потому что лайк это круто, вам не сложно, а мне приятно. Звучит, конечно, так, вам не сложно, а мне приятно, но так оно и есть на самом деле. Также, ребята, я хочу, чтобы вы написали в комментариях, в какую андроид-игру сейчас вы играете, какая вам андроид-игра нравится, я по вашим комментариям начну ее проходить у себя на канале. Так что обязательно пишите, какую игру с жанра андроид, то есть тем, которые вы рубите в телефоне, хотите здесь увидеть, мне будет интересно почитать, а также, я думаю, интересно поиграть. Только пишите нормальные там, а не какие-то, я не знаю, там... Майнкрафт мне точно не пишите, ребята, а Майнкрафт не в тему. Ну что ж, поехали. И начнем мы сегодняшнюю серию, наверное, с прокачки персонажа, а потом уже будем добивать эти все остальные уровни. Дело в том, что у меня уже накопились монеты, почти 7 тысяч. Что я хотел бы вообще здесь качнуть? На самом деле, мне нравятся вот эти вот юниты, особенно мне они бы хорошо, мне кажется, будут воевать в онлайн-режиме, да? Потому что они стоят дешево, всего лишь 60 монет, но у них так много здоровья. Представьте, за 60 монет вы получите юнит, у которого 250 здоровья, а если его качнуть, он вообще будет крутым. То есть... А также я хочу для онлайн-сражений качнуть вот этих вот арбалечков, потому что они тоже стоят мало, но они против мушкетеров будут реально творить чудеса. Но это будет уже, я думаю, следующая серия. Сегодня давайте мы начнем, наверное, с прокачки этого персонажа. Смотрите. Ого, плюс еще 50 уровней. 50 хп, смотрите. Ооо, Макс. Хочу еще раз. А, я уже максимально, походу. То есть здесь максимально идет 3 левела. Итак, смотрите. 337, скорость 25. Он вообще будет бегать, как бешеный. Ну что ж, ребята, все кристаллы мы потратили. Я представляю, что вы сейчас бы подумали, Воблер, лучше бы ты купил самурая, либо какого-то там лучника. Ребята, всему свое время. Да, не стоя дорого, но я думаю, что если в этой игре подзаморочиться, посмотрите рекламку здесь, то можно, в принципе, за несколько дней накопить на этого же лучника или самурая. Ну да ладно, давайте мы сейчас приступим к уровням и испытаем нашу грозную и серьезную армию. Реально, грозная и серьезная. Смотрите, вот сейчас у нас пойдут третьего уровня. Ооо, наши злые. Пусть попробуют их убить. Их просто не уничтожить. Они бессмертны. Чего мы мучаемся? Давайте ускорим этот весь процесс. Также хотелось... А, у них еще слоны есть. Ничего себе. Давайте поставим арбалетчиков. Куда ж без арбалетчиков-то наших прокачанных? Давайте мы вот здесь сделаем целый ряд. Здесь арбалетчики будут. Ой, то есть арбалетчики. Блин, мушкетчики. Ничего. Говорю про одних, а думаю про других. Такое бывает, ребятки. И тут по одному. Смотрите, по одному. Что? Мы использовали максимальное количество юнитов. Ай-яй-яй-яй-яй. А что же мы так-то и все взяли и использовали? Ох. Значит, давайте мы будем применять тяжелых каких-то бойцов. Ну, давайте мы сюда поставим, наверное, баллисты. Нет, блин, обязательно нужен конь, ребята. Без коня вообще катка не будет не та. Потому что конь он... Он конь! Весомый аргумент, согласитесь. Конь, потому что он конь. Было бы смешно. Конь, потому что он не конь. Ну да ладно, что у нас еще по монетам? 200 монет. Ну, давайте. Давайте вот этого одного уберем. Блин, двоих уберем. И поставим еще одного баллиста. Летс го, поехали! Посмотрим, что у нас тут с уровнями получится. Да! Выносите бронированных слонов. Тыщ! Вы посмотрите, как наши бойцы рубятся. У них хайпает дофигища. Видите, они не сдаются против щитовиков. Да! Ха-ха-ха! Наши копья самые острые копья в мире. Дышь, тыщь. Тыщь, тыщь, тыщь. На изи. Плюс соточка. И если бы я не отключил здесь рекламу, можно было бы посмотреть какой-то ролик и получил бы еще, верно, монет 150, а то и 200. Так, что у нас здесь? Мы сразу, блин, на изи мы сейчас вырубим этих, блин. Где наши? С копьями. Смотрите, они сейчас... В самом начале смогут все уничтожить. 31. Ну, тут я погорячился. И давайте, наверное, муш... Так-так-так, две... Баллисты вот. Баллиста-баллист. А что, она прокаченная, ребята? Она прокаченная, значит, ее нужно использовать. Как же без баллисты-то, а? Больше баллист. Еще больше баллист. И давайте на четыре еще поставим... А, мы можем семь мушкетеров поставить, смотрите. Да, Артаньян и три мушкетера. А у нас сколько мушкетеров? Больше, чем три. Let's go, поехали. 42-й левел. Пудыш, напали на слона. Убейте этого монстра. Это не слон, это был огромный мамонт. Да, смотрите, на изи. Конечно, с прокаченными войсками проходить уровни, это одно удовольствие. Мне кажется, что если мы сейчас быстренько пройдем уровни, мы даже пойдем и постараемся эти войска испытать в онлайн-режиме. Может быть, посмотрим. Так, что у нас еще есть? Ага, ух-ух-ух-ух, сзади кони третьего уровня. Ничего себе, коняшки, я вам скажу. Коняшечки. Серьезные какие. Давайте мы тоже побольше коней поставим. Пусть они там по бокам будут бегать. Может, тихонечко кого-то там тыкнут. Они реально тыкают, ребята. Они подходят и начинают тыкать. Подбегают, то есть. Тихонечко, раз. Вот тут у нас со щитами. И здесь армия тоже нужна. И давайте поставим арбалетчики. Ой, не арбалетчики. Хотя можно будет и арбалетчиков поставить. Смотрите, мелких вот этих, да? По чуть-чуть. Да, они дешевые. Но мне кажется, если их прокачать, они будут более эффективны. Конечно. У них урон небольшой вроде бы, но зато у них хороша скорострельность. А тут именно урон большой. У этих урон... Представляете, урон, по-моему, 115. Ё-моё. С таким уроном, мне кажется, никто не сможет так выжить. Что у нас по монетам? Блин, у нас уже и монета заканчивается. Я не знаю. Вечна. То есть монета. У нас... Я хочу применить какую-то такую тактику. Более, скажем. Массивную. Но юниты нам не позволяют это сделать. Потому что, ребятки, здесь ограничено число. Ну, сделали бы хотя бы побольше. Либо сколько хочешь ставишь. А тут, видите, как тут ограничено. Пошла жара. Да! Блин, как отлетели. Кони вражеские. Отлично. Один-торой лёв. На изи коней вырубили. Идёт с мечом деловой такой. Убить пушку! Тыкай. Наваляли пушку. Затыкали. Ну, катапульты, конечно, здесь огромные. Катапульты. Это прям серьёзные машины. Если да, в других играх там катапульта. Она какая-то маленькая. Здесь же катапульта. Реально массивная. Победа. Победа за нами. 104 монеты. То есть кристалла. Если быть точнее. 104 кристалла. Что мы тут... Ой-ой-ой. Что-то я не там начал сразу ставить. Кони. У них тоже. Смотрите, сколько у них. Баллисты стоят 2-го левела. Ничего себе. Вот вам и баллисты. Музыка, конечно, здесь грозная сейчас играет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. 300 здоровья. Ё-моё. 300 с копейкой. Это вам серьёзно за... Там у меня 3-го уровня. У них 1-го. Ребята, да вы не сможете выжить. Вы что? И давайте я хочу арбалетчиков поставить. Очень много здесь сзади арбалетчиков. Пусть они стоят. Смотрите. Постреливают. Все сейчас сделаем 45 человек. О, у нас уже какие-то тормоза начинаются. Тормозяки. Давайте несколько коней. Поставим коней. А у них коней нету. Нету. У них чисто слоны. И ещё 5. 4 юнита мы можем ставить. Ну, блин. Давайте коней используем. Может, всё-таки не продуем. Ещё одну баллисту, да? Ну да, без баллиста никуда. Ну, просто по монетам я вижу, что больше ничего не вылезет. Не хочу монеты оставлять. Пошла атака! Давайте! Тыщ! Конь сразу пробежал. Ай, бедняк. На коню прям в попу кол прилетел. Баллисты вражеской. Все толпой напали на слона. Не, реально вот эта пехота жёстко рубит. Вы посмотрите. Вообще на изи всё выносит. Реально крутые юниты прокаченные. Мне кажется, что можно просто вырубить их с помощью этих юнитов. Давайте попробуем. Сможем мы вырубить вот эту всю армию с помощью чисто вот этих. Ого, у них тоже третьего уровня. Давайте все 45 человек поставим. Ну, если продуем, значит продуем. Переиграем по-другому. Давайте мы все 45 поставим. Вот этих вот. Огромная армия будет. Вы посмотрите, сколько их. Ещё сзади. Ещё 1900 монет осталось. Ну, ничего. Посмотрим, смогут ли они своей толпой уничтожить. Тыщ! Слоны раскидывают наших. Напали, вырубили слона. Жгите. Та! Вырубили. Или нет? А там с той стороны великан наших хреначит. Вы посмотрите. И они, конечно, крутые. Но чувствую без... А, нет. Они, конечно, крутые. Реально. Но вы посмотрите, сколько по ним стреляло арбалетчиков. Вы видели? Ой, это лучники. То есть лучники. Да, с луками. У них лучников. Лучники третьего уровня. Ничего себе. Конечно, они наших-то вырубили. Ладно. Если вы поступаете с нами, значит мы поступим с вами так же. Сейчас мы применим. Надо, чтобы наших ребят кто-то прикрывал. Мушкетёры прикроют. Смотрите. Сейчас мушкетёры как начнут палить со всех сторон. И надо, чтобы вот этих вот тоже лучников вырубить. А то лучники какие хитрожопые. Так, ты, чувак, как-то не сюда вписался. И давайте, наверное, начнём с баллист. Ну, просто я использую баллисты по простой причине. Они у меня прокачаны до второго уровня. Если бы были не прокачаны, я бы их не использовал. Честно вам признаюсь. Из пушки. Были пушки прокачаны. Но мне просто баллиста почему-то больше нравится. Можно, конечно, в будущем и пушку качануть. То есть это как бы не проблема. А, коняшку. Как же ж я без коняшки? Ребята, вот это я буду. Плохо, что здесь нельзя вселяться и воевать чисто этим юнитом, да? И даже у нас один лучник влезет. То есть лучник, который будет за дерево сзади постреливать. Let's go. Поехали. Бамс. Вот это понимаю. Заряжай арбалеты, мушкеты, беде. На, смотрите, как всех выносят. Тыщ. По красоте. Да, изи. Изи, каточка, изи. Прохождение. Но мне кажется, если бы у меня все юниты были первого уровня, ребята, я вам скажу, было бы реально очень сложно. Но они у меня не первого уровня. Потому мы все на изи выносим. Дальше у нас. Такая. Ничего себе, у них даже и топорщики есть третьего уровня. Ну я вам скажу, блин, ну это серьезно. 45 человек. Давайте мы, наверное, побольше мушкетеров поставим. С этой стороны мушкетеры. С этой стороны. И тут пусть они чисто стоят. Коняш. Блин, ну реально. Мало людей. Очень много денег, а мало людей. То есть они хотят, чтобы мы брали не количеством, а качеством. То есть как бы тут... Задумывалось так, что мы будем больше воевать мощными юнитами. А они нас будут брать количеством, понимаете? То есть мы будем ставить мощных юнитов, но их будет мало. Они нас будут брать количеством. А у меня количество и у них количество. То есть тактика практически одинаковая. Потому что тут у нас... Короче, дичь получается. Объяснил. Доходчиво, да? Короче, дичь. Давайте мы кого-то уберем. И поставим сюда. Ну, больше, что мы можем еще? Еще кого-то убрать? Еще поставить? Да. Let's go. Поехали. Посмотрим, что с этого получится. Давайте, ребятки, жгите. Подходите. Вырубайте этих лучников, мушкетеров. Ого, ну эти с мечами. Вы посмотрите, огромная толпа с мечами. Мне кажется, они смогут наших вырубить. Надеюсь, что наши баллисты по ним... О, рубят хорошо баллисты. По красоте размотали. Вы посмотрите. Вообще красавицы. Баллисты-то, я вам скажу, рубят. Неважно, сколько там хп у них. Ну, конечно, по великану там надо несколько раз выстрелить. Ну, таких вот чувачков сразу выносит на изи. 45 юнитов. 45 человек мы можем ставить. 47 левел. Ого, у них катапульты третьего уровня. Баллисты. Да у них все прокачано. Ёлы-палы. Ладно, ставим изначально наше мясо. Которое будет здесь воевать. У которого очень много хп. Давайте поставим здесь именно 20 человек. Сзади мы поставим баллисты крутые. Потому что, мне кажется, без баллистов круто, говорю, крутые. Как будто у меня здесь еще и не крутые. Ладно, ставим просто баллисты, которые должны уничтожить это все. Так же чем-то все прикрыть надо, да? Хватим мушкетерами. Ну, у них очень много такой пехоты, да, которая... Давайте наших поразбрасываем. Вот, желательно бы пушки убить. Потому что, мне кажется, пушки тоже будут нехило рубить по нашим бойцам. И смогут нанести нам огромный урон и огромный вред нашей команде. Еще пять человек осталось. Ну, давайте мы поставим, я не знаю, вот этих вот. Чтобы стреляли. Я всегда люблю, чтобы у меня в команде были тоже стреляющие юниты, скажем так. Все, катапульта легла, баллисты легли. Изи-каточка. Сейчас вырубили слона. Напали быстренько, напали, да. Лех, великан. Лех отдохнуть, ребят. Все, вырубили пушку, все вырубили. Вы знаете, вот даже играю... А что, это максимальный уровень? Ну, пошли дальше. Как-то даже не совсем интересно. Все легко получается, ребята, на изи. На изи, просто изи, изи, изи. Может, конями всех разрубим. Давайте много коней поставим. Будем экспериментировать, что с этого получится. Много коней. Просто очень много коней. Все 45 коняшек. Посмотрим, сможем мы уровень пройти чисто коняшками. Смотрим. Let's go. Поехали. 48 коней. Ё-моё. Кони напали на слонов. Не, ну блин, а баллисты вообще жестко рубят коней. Как так? Коняшка напала на баллисту. Нападите. Бэм! С двух коней сразу вынесли. Ничего себе. Вы знаете, пока что неизвестно, кто победит. Вроде бы и коней у нас немало. С другой стороны у них, смотрите, слон. Слон реально жестко рубит. Кто-то в комментариях писал, воблер, вот именно. Не бери слона, потому что слон не успевает замахиваться. Не знаю, ребята, кто там не успевает замахиваться. Вроде бы у слона отлично получается убивать коней. Нет, нет, не то. Реально не то. Без огневой поддержки. Кони это чисто не отвлекают, скажем, врагов, пока наши стреляют. То есть кони чисто как отвлечение идет. То есть они пока там бегают, наши, допустим, стоят, стреляют по вражеским юнитам. А так, скажем, кони как боевая единица, ну, не совсем эффективно. И мы это сейчас прекрасно все увидели. А вот если использовать все именно баллисты, ой, мушкеты. Вот как-то и... Давайте сейчас поставим просто целый ряд мушкетеров. Одни мушкетеры смогут справиться или нет? Поехали. Сейчас узнаем. Да, смотрите, мушкетеры даже на дальней дистанции баллисты уработали. Вы представляете? Даже баллиста черт знает где за 100 километров легла. Мушкетеры. Так, конечно, каждый выпустит по одной пуле, да? И все. И нет врагов. Такое ощущение, как будто кто-то с дробовика выстрелил. Пройденный уровень, идем дальше. У них уже, да, у них есть и кони. И все, давайте посмотрим, как наши мушкетеры справятся с этим уровнем. Так, ну что ж, надо пару коней поставить, да? Чтобы они тоже бегали, там, отвлекали врагов. Чтобы враги там куда-то отворачивались. И даже нам нужно мясо. Мясо это у нас, как всегда, вот эти юниты. Мы их специально прокачали. 337! ХП у них, елы-палы. То есть мушкетеру надо три раза выстрелить, чтобы этого юнита убить. И не так уже легко с ним справиться. А что у нас? Ага. Ага, я вам скажу. Людей много? Поставили. Еще и монеты оставились. Остались. Ну что, поехали. О, у них грозные кони третьего уровня. Легли кони третьего уровня. Наша коняшка забежала в толпу и сразу сдохла, бедняга. Я не знаю, на что наш конь рассчитывал. Рассчитывал, думает, что не все косые слепые. Он сможет пробежать и никто не заметит его. Смотрите, просто проходится уровень. Ну, лучники тоже нехило стреляют, я вам скажу. Круто, круто, просто. Последний уровень. Больше нет. Оу. 52-й. А что это? 55-й кто-то? А, 55 уровней? А что я думал, что их 50 уровней, ребята? А что это? С драконом? Офигеть! А как мы будем вообще рубить этого дракона? Ничего себе, ребята! Дракошек у них! Давайте мы так вот баллисты расставим. По бокам. Потому что я не знаю, как это вообще... Как будем против дракона воевать? Как он будет себя вообще вести, этот дракон? Мушкетера. Вот это дракон, вы посмотрите. Не, ну он выглядит, конечно, прикольно, я не спорю, но... Как мы его будем убивать? Что у нас по монетам тут осталось? Вообще понты. Так, где наши бойцы, которые постоянно выдерживают на себе все атаки врагов? Мне кажется, они должны как-то кучкой держаться вот так, да? Поехали! Блин, ну драконы... Ох, какой громадина, смотрите! Ох! Он огнем всех жарит! Ничего себе, дракошек! Убейте дракона! Блин, убейте всех! Капец, дракон поливает огнем! Все! Я-то думал, дракон вообще крутой перец. Пройден. А что, дальше еще уровни есть? А, кстати, мне дракон открылся. Давайте пойдем. Что у нас эпическое? Да, ребята, дракон открылся! 16 тысяч стоит дракон! Ёлы-палы, дракон, а сколько же у тебя хп? Сколько у тебя здоровья? Я же не знаю, сколько у тебя всего. Насколько он крут? Что он может? Какая скорость у него атаки? Что он по хп-шке? Ну, блин, просто 16 тысяч стоит. Ну, дофига дракон стоит, слушайте. Конечно, он смотрится так вот. Ух! И сколько он стоит? Короче, ничего не ясно, если вам ясно. Ребята, пишите. Что у нас по уровням? Ну, давайте, наверное, добьем этот уровень. Что нам остается? Еще пять? Думал, десять, пройдем за серию. Оказывается, тут их 55 уровней. Ну, ничего. Сейчас мы быстренько... А ну, мушкетеры справятся со своей задачей. Сейчас будем мушкетерами проходить уровень. Ну, зато дракон открылся. И теперь мы уже понимаем, насколько мы далеко зашли и прошли в кампании. То есть, дракон все-таки открылся. Кто-то писал правду, что Воблер откроется, дракон. Наверное, мне кажется, баллисту нужно поставить. Баллиста готова. Поехали. О, не, ну карта, представляете, лава такая. Темная карта. Ого, ничего себе, как поливают арбалечки. Сюрикенами? Это ниндзи с сюрикенами? А почему? А, это новые, которые юниты добавились. Ничего себе. А я почему-то их не использовал. Ну, сюрикены не спасли этих ниндзя. Просто не спасли. Ё-моё, вы посмотрите, сколько их. Третий, третий, первый. Ёлы-палы, у них реальная численность какая-то. Давайте сделаем так. Здесь будут юниты, которые будут отбивать вот эту атаку. Да? Пехоту. То есть мы сейчас свою команду поделим на кусочки. То есть будут у нас две команды, которые будут тут неплохо защищать. И будем надеяться, что они уработают правую сторону у врага. Вот у нас будут пять мушкетеров, две баллисты. Можно также здесь... Пятьдесят юнитов нам дается. Ха-ха. Давайте мы тогда поставим еще и арбалетчиков сзади. Арбалетчики есть. Также хотелось бы добавить немножко мяса, которое будет сдерживать это все. Смотрите, вот что у них очень много юнитов. Вот коней. Коней вообще надо где-то сзади ставить, потому что кони, они в самом начале могут бежать и слиться. А так не надо. Вначале не надо сливаться коням. То есть пусть они потом, чуть позже, сзади начнут атаковать. С этой стороны. С этой стороны у них тоже есть кони, есть какие-то рыцари третьего уровня. Блин. Непросто вам скажу. Давайте, наверное, тут мушкетеров поставим. Целый ряд мушкетеров. Мушкетеры готовы. А сзади... Блин, реально сложный уровень. Сейчас вот расставляю войска. Даже думаю, блин, что же мне поставить? Как мне все расставить, чтобы моя команда не слилась? Давайте мы сюда чуть-чуть. Здесь у нас мясо пойдет. Сзади даже где-то так. Что у нас еще осталось? Еще одного человечка мы можем поставить. Ну что же одного поставить? Ну давайте, мушкетера. Что нам еще ставить тут? Поехали. Блин, реально сложный уровень, мне кажется. О, коней вырубили. Коней как будто и не было. Вот, да, вот за что я говорю, ребята. Видите? Они могли сюда дойти и атаковать наших ребят. Нет. Они погнали за конем. А в это время наши, допустим, мушкетеры и остальные войска смогут по чуть-чуть их рубить. То есть, знаете так, разделяй и властвуй, как говорится. Вот мы разделяем их команду на части. Потом, бро, видели конь? Взял, пробежал, дорогу такую прокосил. Ну, конечно, его в конце вырубили. Но все же смотрелось это прикольно. Реально прикольно. Изи. Слушайте, изи уровни. Что тут у нас? Боевой слон. Великан третьего уровня с кастетами. Лучники. Ну, давайте лучников мы сразу постараемся вырубить с помощью вот этих вот войск. И этих тоже, смотрите, они как раз у них спереди стоят войска, которые будут... Короче, мы их сейчас вынесем. А сзади мы можем поставить... Эээ... Что? Я так думаю... Ээээ... Что ставить? Что ставить обычных бушкетеров? Ставим, пусть они всех убивают. Что тут думать-то? Вот. Рапс. С разных сторон. Так, еще и монеты остались. Ну, баллисты, значит. Баллисты, которые вообще будут изи стрелять. У них скорострельность. Они вообще крутые перцы. Сзади куча баллистов. Вы посмотрите. Да, поехали. Бух! Баллисты сразу вырубили слона. Сразу. Слон даже замахнуться не успел. Дыдымщ. Я не знаю. Вот просто уровень легкий. Легкий уровень. Легкотня. Просто легкотня. Нам осталось 54-й и 55-й, дабы добить до конца уже прохождения. Чтобы мы уже с этим прохождением завязали, ребята, по этой игре. И мы начнем другую игру играть, которую вы напишите в комментариях. Такая у нас огромная армия. Сзади давайте мы просто тоже очень много поставим мушкетеров. Трынь! Трынь! Давайте даже уберем чуть-чуть туда. И даже баллисты мы сможем поставить. Чтобы монеты не оставались. А то что ж. Монеты есть, а мы их не используем. Все-таки баллисты, мне кажется, сможет нанести больше урона, чем какой-то мушкетер. Поехали! Бумс! Что-то... Я только что похвалил баллисты. Они в первый раз вообще промазали и никого не задамажили. Но второй раз... Они хорошо. Они каждый раз кого-то убивают. С выстрела, да? Улетают юниты. Один, два сразу. Улетает. И мы всех убиваем. Круто! И вот, ребята, финал. Финал прохождения игры Epic Battle Simulator 2. Ждем Epic Battle Simulator 3, где мы сможем всех наказать так же. Что у них осталось? У них остались слоны... Ого-го-го. Короче. Мы сможем это все убить с помощью мушкетера. Смотрите. Просто мушкетеры. Трух! Такое кольцо. Называется Стали и начали стрелять. Кони. Кони здесь. Кони готовы. И мясо. Потому что это у нас, ребята, мясное блюдо. И мы добавляем немножко мяса. Поехали. Последний уровень. Ты... О-о-о-о! Как-то... Блин! Кони наших коней снесли. Кони прорядили наших мушкетеров. Просто вы видели. Была стена. Они дырку в стене сделали. Мне кажется, или мы всираем? Что-то здесь пошло не так, ребята. Я-то думал. Круто. Мне кажется, мушкетера я очень близко поставил. Они даже не успели ни коней вырубить, никого. Да. То есть я уже здесь расслабился. Конь прям на лаве он остановился. Вы видели? Я здесь расслабился. И мы сейчас применим немножко другую тактику. Во-первых. Мы поставим здесь. Сзади. Наших мушкетеров. С одной стороны. С другой стороны. Да, и в центре. Потом мы поставим баллисты. То есть которые уже смогут по разу выстрелить. И если юниты будут к нам подходить вражеские, то... Шанс того, что они приблизятся вплотную очень мал. И мы сейчас постараемся так их вырубить. Также мы позади поставим мясо. Мясо. Оно пока тоже будет за детей. Вот наши пехотинцы. Жирные, накормленные, прокаченные пехотинцы. Кони. А я кони поставил. Как же без коняшек? Может все-таки они сыграют свою роль. То есть задача коней это вообще не дамажить. А задача коней чисто бегать где-то там. Чтоб на них отвлекались. Все. То есть такая вот задача коней у нас. Поехали. Мне кажется, что моя тактика сейчас зарешает. Смотрите. Идут вражеские кони. Почему вражеских коней сразу не убили? О, убили. Все отлично. Вот видите. Коня как раз. Коня отвлек. Слона отвлек. Очень много различных топорчиков. А наши в этот момент как раз, я думаю, смогут убить. Бах! Баллиста рубит. Ну, слон вообще крутой. Вы посмотрите. Убейте. А, убили. Они прям читают мои мысли. Команда читает мои мысли. Убить катапульту. Быстренько, ребята. Приказывай убить катапульту. Цезарь Воблер приказывает убить катапульту. О-о-о-о. Катапульта рубанула. Трое наших сразу улетело куда-то в лаву, ребята. Все. Следующий левел. Нету следующего левела. Это у нас последний. Да, вот так вот, дорогие друзья. Мы круто здесь порезвились и повеселились в игре Epic Battle Simulator 2. Что касается дальше. Мы уже все прошли по уровням. Возможно, будет пару серий по онлайн боям, где я уже куплю какого-то из персонажей. Ну, дракон очень дорогой. Реально, блин. Ну, дорогой. И собирать... Посмотрим, как это все вообще будет выглядеть. А вы обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забывайте написать в комментарии, какую андроид-игру вы хотите увидеть здесь. С вами был Воблер. Скоро увидимся и услышимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok